Выглядишь как пацанка. Тебе классно с кепкой. Я ехала сюда как современная леди, дама. Купила такую шляпу с широкими краями и приехала. Везла её через всю Украину, Будапешт, Киев, Будапешт, Венна. В самолёте до Бангкока, с Бангкока до Хоккета. И вот я приезжаю с этой шляпой, такая счастливая. В итоге здесь их тысячи таких шляп, и они дешевле, в два раза дешевле. Я так с ней намучилась. Её же никуда не запрячешь, её надо в руках нести. Сказала, больше никогда с собой никаких шляп не буду брать. Но самое печальное было то, или радостное, или печальное, или это было моё избавление, у меня была важная подсознательная причина, видимо. Потому что она, видимо, достала меня во время поездки. И в первый же день мы выходим на море, а сильнейшие порывы ветра, и у меня это только с головы. Я только смотрю, как моя кепка, с которой я ехала так долго и так длительно, полетела в море. Я так только на неё смотрю и понимаю, полетела красотка обратно в Украину. Пошла, купила кепку и хожу здесь с кепкой. Потому что по-иному здесь нельзя. Тут нужна хорошая, хороший головной убор. И, конечно же, открываю лоб для того, чтобы загорало всё. Но солнце тут достаточно токсичное, поэтому на море иду раннее утро, и уже к часам 11 возвращаюсь в номер. Ну, потому что, потому что, потому что кожу надо беречь. Хотя смотрю, сколько наших, ну, наших, я имею в виду, русскоязычных славян, ходят с красными, обуглившими кожными покровами на лице, на груди. И вчера вечером пошла на пляж, на вечерний бацион. Смотрю, столько людей обугливших, потому что неделю практически лили дожди, и на пляже никого не было. А вчера был первый денёк, когда ещё, ну, уже более-менее, солнце стало выглядывать. Ну, и люди же такие довольные, сразу такие, ха-ха-ха. Вот, и смотрю, красные, как раки, и дети, и люди. Я думаю, боже-боже, люди-люди. Но им так можно. Но у них есть важная сознательная причина быть такими ярко-красными раками. Я для себя одно поняла, когда я начала ездить в Европу, что вот эта зацикленность на одежде, я когда ходила в кабинет, я была очень представительной дамой, ко мне приходило очень много депутатов. Я ходила в костюмах, в рубашечках, у меня всегда был дресс-код и всё остальное. У меня сейчас полные шкафы этих костюмов солидных. Вот, и я от них, наоборот, ухожу. И в этом мне помогла Европа. Когда я приехала в Европу, я увидела, насколько люди мало относятся с важностью, значимостью к одежде, но смотрят на тебя, как на человека. И мне это так понравилось, что мы в основном вот встречают по одёжке, провожают по уму, да, у нас говорят. А там тебя встречают как человека. Ну, опять не все, понятно, что там уже переплетены корни всяких. Но вот я встречала людей, которые действительно к тебе относятся в первую очередь с таким уважением, с таким почтением. Они не смотрят, во что ты одет, они не смотрят, как ты одет. Они смотрят на тебя, как на человека. Им важен вот этот фактор. И тогда, получается, вот эта поговорка «встречают по одежде, провожают по уму», она не есть корректная. Встречают, встречают мне даже не по уму, а встречают тебя как человека. То есть уважение к тебе с правом человека. И если ты ещё при этом профессионал в своей сфере, ну, тебе вообще распростёртое объятие, и всё вперёд. Но это не говорит, конечно, о том, чтобы мы могли себе там, ну, я могу себе позволить в грязной одежде выйти, там, в поломанной, там, какой-то там сумкой или ещё что-то. Нет, всё равно я считаю, что должна быть опрятность и понимание тебя. Но я всю свою жизнь ходила, ну, с красивыми прическами. Я очень много вкладывалась, там, прически, маникюры. У меня всегда ресницы были накладные. Ой, без маникюра, если бы, вот я вот сейчас вам так показала, что у меня есть маникюр, а раньше для меня это было как без маникюра. Вы что без маникюра? Я без маникюра? Я уже молчу о ресницах, я молчу уже о внешнем виде. Вот. И раньше так было популярно, так было модно. Я помню ещё, когда я там только начала работать, когда мне там 20-25, я на химию ходила, у меня закрученные волосы химии были. Вот. И всё это, конечно же, давало мне бонус, 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 бонус ко мне как специалисту, ко мне как человеку. Ещё раз говорю, это не говорит о том, что я перестала там следить или там одеваться красиво, но под настроение. Вот когда хочу, я могу себе позволить быть пацанкой. Видите, я свободна. Что такое любить себя? Очень часто мне люди в директ пишут. Не понимаю самого слова «любить себя». Я говорю, любить – это принимать себя. Вот принимать себя и вот с такой кепкой. Принимать себя и без накрашенных ресниц. Принимать себя и вот с такой грудью. Принять себя, да. Вот у меня есть такая грудь. Вот, да, у меня есть такой живот, да, у меня есть такие бедры. Но я работаю над этим. Ребят, я и работаю в этом процессе. Да, у меня сейчас там волосы… Я не вышла только что из парикмахерской. Потому что я с утра уже на Мопике ездила по одному делу. Уже вернулась. Вот сейчас в гостиницу вернулась. Сейчас поеду. Еще там одно надо дело сделать. И ты одеваешь шлем. Ты одеваешь… Потом ты выходишь, одеваешь кеп. Ты выходишь с кепкой, да. И когда, например, очень жарко, ты там ее вот так одеваешь. Вот. И, соответственно, я разрешила себе быть разной, разнообразной. У меня меняется голос. Со мной работает одна женщина. Она специалист по вокалу. И она говорит, у меня очень четкое вот такое чуткое ощущение голос. Она говорит, Галина, у вас так голос меняется, что иногда я думаю, вы ли это? Я говорю, понимаешь, когда-то в свое время я разрешила себе быть разной. Я разрешила себе быть разнообразной. Не можно быть пацанкой. Не можно быть леди. То есть, когда это уместно. Например, когда это уместно, ну не буду же я там краситься, когда мне на Мопике надо в магазин смутаться на 15 минут. А есть люди, которые вот она из дома не выйдет, если она не будет накрашена. Она из дома не выйдет, если у нее там ногтей не будет. Это целая истерика. Она себя будет дрессировать и ненавидеть, когда она смотрит на себя в зеркало. И она не соответствует какому-то своему представлению о себе. Вот. Поэтому это естественное движение жизни. Чем мне нравится Европа, чем мне нравится Восток, тебя здесь принимают любой. Знаете, главное, чтобы человек был хороший. Ну, понятие «хорошее» это относительно, потому что я могу быть неадекватной для кого-то. Вчера, кстати, работали с одной клиенткой. Она говорит, мой муж неадекватный. Я говорю, а как ты поняла, что он неадекватный? И она начинает прислать, я говорю, то есть он не делает так, как ты хочешь. Я правильно я поняла? Она говорит, ну да. Я говорю, а как он должен? Вот. В общем, короче, мы с ней прорабатывали эту неадекватность, пришли к пониманию, что и она неадекватна, пришли к пониманию, что весь мир неадекватный. И вообще все думают не так, все мыслят не так в ее картине мира, и все должны как-то по-другому мыслить. И так далее, и тому подобное. В основном она выходит от меня. И понимает, что ее муж самый-самый адекватный человек на Земле, который только видел этот мир. Поэтому многие смотрят меня и тоже воспринимают меня как неадекватную. Потому что в их картине мира психолог должен быть при галстуке, должен быть рубашечки, должен всегда вот так вот с отчетчиками, должен всегда вот так себя вести. У него не должно быть личной жизни. Он не может путешествовать, он не может... Ну, то есть у каждого человека есть свои представления. И это так печально. Спасибо, дорогая. Спасибо за пацанку. Мне так тоже можно.